Уже всё сказали, я не знаю, что мне говорить. Ну вот что, скажите. Поэтому я быстро пробегусь, наверное, по слайдам, потому что все преимущества лапароскопической хирургии сказали, но я немножко коснусь, может быть, и робота тоже. Конечно, конечно, посмотрев сегодня эту великолепную операцию, которую выполнил Александр Константинович, конечно, руки чешутся, начать лапароскопически всё оперирует, но мы понимаем, что всё упирается в оборудование и так далее, в различные организационные моменты. Итак, если мы будем сравнивать эти две группы, то, во-первых, нужны убедительные критерии для сравнения, а таких критерий, к сожалению, не у всех групп есть, нету рандомизации, об этом тоже сегодня говорили, но я коснусь лист тех исследований, которые действительно были рандомизированы и где были более-менее однородные группы. Надо сказать, что лечение рака мочевого пузыря – это самое дорогостоящее. Лечение среди всех злокачественных заболеваний в Соединённых Штатах. И надо сказать, что 85% этих операций проводятся на роботе. Такие возможности у них есть. Робот в России, пока он доходит до нас за счёт всех, так сказать, сборов, стоит около 3 миллионов, и первый робот, который в Екатеринбурге появился, именно столько и стоил. Какие надежды? Скорее всего, японцы выпустят робот, который более эргономичен будет и, наверное, будет значительно дешевле. Ну вот если мы возьмём такую интересную статью, где, в общем, две однородные группы были взяты, и посмотрим всё-таки, какие расходы были истрачены на эти операции. Причём это, наверное, единственная статья, которую нашёл, где, в общем, предварительно оценили те процедуры, которые выполняются этим пациентом до, так сказать, цента, как вы видите, и из этого расчёта посчитали, сколько стоит лапароскопическая открытая радикальная цистектомия. Ну, если вы посмотрите, длительность операции, да, действительно, быстрее при радикальной цистектомии. Стоимость, мы видим, лапароскопическая вроде как здесь дороже стоит, но, тем не менее, когда мы посмотрим уже итог всех, так сказать, расходов, то появляется та же цифра, что и у Александра Константиновича, оказывается, открытая эта хирургия с учётом всех расходов, койка дня, кровопотерия, о которой сегодня уже говорили, чистота интенсивной терапии, запуска кишечника и использования наркотических анальгетиков. В результате открытая цистектомия становится значительно дороже. Поэтому, наверное, есть смысл пересмотреть этот вопрос, потому что раньше всё упиралось именно в стоимость. Другое исследование в Соединённых Штатах в 2012 году, если мы посмотрим, то общее количество осложнений было больше при открытой цистектомии, летальность выше, потребность в пантеральном питании тоже выше, койка день, обратите внимание, 8, койка день, 8 после радикальной цистектомии, что противороботическая открытая, практически одинаковая. А стоимость оказалась открытой цистектомии дешевле на 3700 долларов. Но мы говорим о роботической, а не о лапароскопической. То есть получается, что лапароскопическая дешевле, а роботическая, она, конечно, выше. Если сравнить лапароскопическую и роботическую цистектомию, конечно же, она для хирурга более удобна и более интересна в этом отношении. Значит, если резюмировать, так сказать, частоту осложнений, теперь коснёмся осложнений при открытой цистектомии, то вы все прекрасно знаете, на сегодняшний день делят на 30-дневный срок, на 60-дневный срок общее осложнение. Ну, согласно нашим данным 2013 года, вы видите, частота ранних осложнений где-то около 30%, гемотрансфузия практически всем пациентам проводилась, кровопотеря колебалась достаточно от 300 до 2,5 литров, и длительность операции в среднем где-то 4-5 часов. Ну, а летальность зависела от того, какая это была, лечебная или спасительная цистектомия, но она, в общем, сходна с мировыми данными. Ранние осложнения, как вы видите, у 30%, причём у каждого пятого эти осложнения потребовали хирургических вмешательств, что тоже, в общем-то сказать, говорит не в пользу этой операции. Хотя я должен заказывать, что да. Ну, собственно, поэтому появилась лапароскопическая радикальная цистектомия, которая была направлена на снижение кровопотери койкой дня, а самое главное, на получение одинаковых онкологических и функциональных результатов, что, собственно, потом и подтвердили многие авторы. Классификация была создана клавином, которая затем стала использоваться. Первые два града – это незначительные осложнения, ну, а начиная с третьего – это те осложнения, которые, как правило, требуют каких-то хирургических манипуляций. Ну, вот и частота осложнений через 30 и 90 дней. При данной ситуации я посмотрел открыто и роботическое, и вы видите, что малые осложнения, они одинаково примерно возникали. А большие осложнения в раннем послеоперационном периоде преобладали при открытой хирургии, и также они преобладали через 90 дней и встречались чаще. Другое исследование 2014 года показало, что частота осложнений была почти на 20% выше при открытой хирургии, чем лапароскопически, главным образом за счет незначительных осложнений. Другой обзор – мета-анализ 2014 года. Мы видим, что немножко другая, так сказать, ситуация. Частота осложнений незначительных была одинаковая, а более грозных осложнений была выше при открытой хирургии. Частота положительной хирургии, то есть онкологические результаты были, в принципе, одинаковые, а летальность все-таки была выше при открытой хирургии. Опять же, еще одно исследование 2007 года, открыто лапароскопическое. Здесь примерно одинаковые методы отведения использовались. Опять же, средняя кровопотеря оказалась выше при открытой хирургии, и частота переливания крови, начало перорального питания, необходимость обезболивания – все это было выше при открытой хирургии. Другое исследование тоже самое показало. Средняя кровопотеря, начало отхождения газа, восстановление моторики, оно было, конечно, лучше при использовании роботической хирургии. Поэтому, в общем, целый ряд исследований показал, что послеопредционные результаты при лапароскопической роботизированной радикальной цистоктомии сопоставимы даже лучше, чем при открытой радикальной цистоктомии. Онкологические результаты тоже, в принципе, сравнимы, об этом уже говорилось. Второй момент, все-таки, как делать отведение мочи. Это экстра- или интеркорпоральная деривация мочи, это абдоминальный кондуит или ортотопическая цистопластика. На сегодняшний день считается, что интеркорпоральная деривация удлиняет хирургическое время. И мы видим, что по методу Брикера в целом эта операция длится 130-150 минут, при ортотопической цистопластике 180-200. Но сегодня нам убедительно доказали, что интеркорпоральная деривация мочи никоим образом не уступает экстракорпоральной и очень оптимальным вариантом является. Опять же, сравнительный анализ интерэкстракорпоральных методов деривации мочи, который был проведен, на большом, так сказать, материале. Мы видим, что среднее время операции, оказывается, было примерно одинаковым, общее количество осложнений одинаковое, осложнения, связанные с желудочно-кишечным трактом, тоже одинаковые. Ну вот единственное, что разница в повторной госпитализации. То есть, таким образом, использование экстра- и интеркорпоральный доступов, в общем, практически одинаковые результаты, и, наверное, есть смысл переходить все-таки к интеркорпоральному формированию резервуаров. Это результаты Международного радиопетического консенсума 2014 года. Опять же, сравнение лапароскопической и открыто-радикальной среды с ортопическим резервуаром. Мы видим, что при открытой кровопотере, опять же, сроки перорального приема пищи позднее, количество осложнений в два раза выше, среднее количество удаленных лимфоузлов, тоже сегодня говорили, лимфодиссекция, все-таки лучше, как открыто-ли лапароскопическая, об этом я скажу позже, но самое главное, что резервуары, как вы видите, в функциональном отношении тоже были одинаковыми. Лимфодиссекция. Ну, считается, что не менее 15 лимфоузлов, было проведено два рандомизированных исследования, на основании которых вы видите, что количество удаленных узлов было одинаковым, что при роботической, что при открытой, ну и сегодня показали, что и при лапароскопической тоже. Если говорить о метастазировании, то я нашел всего лишь один случай метастазирования в области порта при недифференцированном раке мышечно-инвазивном. Если говорить о качестве жизни, то мы видим через три месяца, что при роботической, что при открытой лапароскопической, согласно опроснику, статистических различий никаких не было получено. Опять же, кривая обучения, обратите внимание, тоже интересно, при лапароскопии кривая обучения значительно лучше, лучше и быстрее обучаются. И раньше говорили, чему надо научиться открытой, да, хирургии, а потом переходить на лапароскопическую, Лопаткин, еще Николай Алексеевич говорил, а потом мы знаем, что на сегодняшний день чисто лапароскопические хирурги, действительно, они быстрее обучаются, чем открытой цистоктомии. Итак, вот, резюмируя, так сказать, все эти вещи, о которых я говорил, что же против, да, лапароскопической, может быть, мы найдем какие-то недостатки ее, да. Ну, дорогостоящие оборудования. Я думаю, что, Сергей Борисович и Асен Стантьевич, с Нового года мы вернемся, вы вернетесь к открытой цистоктомии, а может быть их закрытой вообще, потому что я вообще не знаю, что будет с Нового года, и вы понимаете, что с оборудованием будут очень большие проблемы, и они сейчас существуют, одноразовые инструменты, дорогостоящие лечения, мы видим, что все-таки лапароскопическая и открытая хирургия, они сравнимые методы, и даже лапароскопическая, если тщательно посчитать убытки, она значительно дешевле. Стоимость и длительные сроки обучения, опять же, ну, если говорить европейским стандартам, я скажу об этом позже, конечно, так обучать мы не можем своих врачей, и обучаемся этому сами. Регулярная хирургическая практика, обратите внимание, согласно рекомендациям европейским, для того, чтобы хирург хорошо владел радикальной простатой к томии, он должен делать ежегодно не менее 150 радикальных простатой к томии. В Германии врач, который занимается этой патологией, он выполняет от 300 до 400 радикальных простатой к томии в год. Вы понимаете, что мы такое количество их не делаем. Согласиться с этим или нет, ну, покажет время. Более длительная операция, это действительно так, хотя, вы видите, с обучением и навыков получения, конечно, все это сводится достаточно ко времени, сопоставимо с открытой хирургией. Ну, и опять же, отдается предпочтение все-таки на сегодняшний день большинству хирургов экстракорпоральному фермированию ледокондуита, хотя мы сегодня убедились, что это можно делать и интеркорпорально. Ну, и вот, наверное, то, что сегодня говорили, очень интересные, так сказать, данные нашел. Результаты европейских экзаменов по основам лапароскопических и урологических навыков. Значит, были взяты резиденты-урологи из разных стран, которым были даны пять задач лапароскопических, и экспертами проводилась оценка 79 записей операций, и общая оценка качества составила 64. Большинство участников не отвечали временным критериям задач, то есть в основном они не укладывались во время, причем, обратите внимание, от 70 до 90 процентов в зависимости от решения той иной задачи. И при объединении времени и качества только три участника, то есть 4 процента, сдали экзамен в соответствии с удвежденными критериями. Ну, они сделали вывод, что, в общем, навык, в принципе, хороший, но большинство урологов не проходит валидацию временных критериев, и необходимо регулярное лапароскопическое обучение. Ну, и говорить о роботах, я тоже хотел сказать, что роботы нам не под силу, безусловно. В США, чтобы покрыть затраты на содержание робота, надо ежегодно выполнять не менее 78 операций, если менее 25, то прогорит это медицинское учреждение. Обслуживание профилактики оборудования от 100 до 230 тысяч евро в год, высокая стоимость одноразовых инструментов 23 500 евро, и, кстати, уменьшение времени госпитализации пациента, к сожалению, не решает проблему окупаемости робота в отличие от лапароскопии. Ну, и стоимость обучения робота-ассистированной радикальной простатэкстомии, самый дорогой 360 операций, это почти 1,3 миллиона долларов, самый дешевый 24 операций, 95 тысяч долларов. И средний показатель количества операций составил 77, а средняя стоимость вы видите 217 тысяч. То есть, если обучаться в рамках программ обучения Соединенных Штатов, конечно, это не потянуть никакому нашему урологу. Спасибо за внимание.